А есть настойка пустырника у вас? Нет. Нету? Ну ничего такого уже нет, если она даже и есть. А боярышник? Нет, спиртосодержащего ничего в центре точно не возьмете. Первые результаты рейда в большинство аптек убрали из ассортимента спиртосодержащие препараты, такие как боярышник, настойка календулы, пиона, пустырника и другие. Рейды по аптекам в связи с известными событиями в Иркутске, где жертвами боярышника стали около ста человек, сегодня проходят по всей стране. В случае, если будут отравления, допустим, фиксироваться, то, конечно, будут разборки, будут наказания за реализацию продукции, не соответствующей, так сказать, стандартам. И хочу сказать, что на сегодняшний день в Иркутске и в Иркутской области уже задержаны 12 человек из числа персонала аптек, из числа хозяев аптечных учреждений. А вот в этой частной аптеке на улице Островского спиртосодержащие препараты в продаже есть. И эти бутыльки, говорит фармацевт, пользуются большой популярностью. В день за календулой и пионом обращаются до 50 человек. 95% это люди, которые берут его в тех целях, то есть не в фармацевтических целях. Берут его в целях... 90%? Да, для приема внутрь. Такие люди заходят за спиртосодержащими препаратами рано утром или поздно вечером, рассказывает провизор. А так вообще спрашивают, да? Да. Вы лично не отпускаете? А? Вы лично не отпускаете? Нет, я отпускаю. Почему? Я если вижу человека адекватный, соображающий, то есть имеет представление, для каких целей он берет этот препарат. Приходит лучше алкоголь, тем, как сказать, грубо говоря, забояршим. Я, думаю, аргументирую это тем, что после 10 часов спиртосодержащий препарат нельзя продавать. Подобные рейды в Сочи будут проходить регулярно во всех его районах, ведь проблема налицо. По статистике, 60% отравлений – это отравление алкоголем или суррогатом. На специальном совещании был озвучен список препаратов, продающихся в аптеках, которые входят в зону риска. Помимо настоек, в их числе асепталин – жидкость для наружного применения, которая обладает дезинфицирующим и противовоспалительным действием. В инструкции к применению написаны грозные слова, такие как гибель головного мозга и психическое и физическое привыкание к данному препарату. То есть мы должны понимать, что это вот как раз такой кандидат номер один на наш мониторинг. Подобные мониторинги и рейды дают реальные результаты. Так, например, не так давно в Сочи массово проверяли аптеки на предмет безрецептурной продажи лекарств типа «Лирики». Итог. Возбуждено три уголовных дела. Двое хозяев аптек задержаны и находятся под арестом.